О том, что принц Гарри и его сестра принцесса Евгения всегда были в хороших отношениях все в курсе. Даже после всех интервью, скандалов и переездов. С одной стороны, я как человек, у которого тоже есть родственники, это понимаю. Гарри был недоволен жизнью в Британии и таким вот образом решил переехать. Конкретно против Евгении он ничего не говорил и не делал. Поэтому неудивительно, что она его поддерживает. С другой стороны, я не понимаю, как можно поливать публично грязью свою семью и при этом строить из себя такого классного брата-сестру. А то, что другие при этом страдают, это не их проблемы. Ну, в общем, недавно в сети появились фото, на котором видно, как Сасекские весело проводят время в компании принцессы Евгения и ее мужа. А до этого в сеть попали фото, как Гарри со своей сестрой посетили суперкубок. Угадайте, кто тут же проснулся. Правильно, инсайдеры. Так стало известно, что принцесса Евгения приехала в гости к Гарри не просто так, ее семейство хочет перебраться в Монте-Сито. Принцесса Евгения и ее супруг планируют перебраться жить в Штаты. Монте-Сито является прекрасным местом для жизни членов королевской семьи. Евгения и ее супруг остановились у герцогов Сасекских. Родственники всегда поддерживают связь. Благодаря Евгении принц Гарри всегда знает все, что происходит у него на родине, заявил инсайдер. То, что семейство может переехать, это не новость. Евгения не является действующим членом фирмы, поэтому она спокойно может менять место жительства. Ее муж бизнесмен, поэтому также может спокойно переехать. А вот то, что Евгения сливала Гарри все, что происходило в королевских кругах, это да, вызывает вопросы. Лично я очень сильно сомневаюсь, что принцесса имела доступ хоть к какой-то информации, но все же. Сначала папенька заработал себе репутацию не буду говорить кого, теперь вот дочка получила статус сплетницы. Принцесса Беатрис не поддерживает с герцогами Сасекскими отношения. Более того, на фоне этого у нее были частые конфликты с принцессой Евгенией, заключил инсайдер. Я неоднократно читала подобного рода информацию, что между сестрами кошка черная пробежала, пардон, Меган Маркл. Беатрис приверженка своей семьи, да и скандалы ей не нужны. А вот Евгения птица свободолюбивая. Не удивлюсь, если через время она пойдет по стопам своего брата и даст аналогичное интервью. Тонкости подбора подходящей обуви для королевской особы. Гардероб королевской особы, как правило, формируется с учетом символики и возможных сигналов, которые способны передать определенные образы. Но когда речь о выборе обуви, похоже, во главу угла ставятся не невербальные символы. Так, герцогиня кембриджская появляется на публике в обуви разных размеров. В чем дело? Каждая девушка прекрасно знает свой размер обуви, но с обувью некоторых модных брендов могут возникнуть некоторые сложности. Чтобы не мучиться возможным дискомфортом, некоторые дамы выбирают туфли на размер больше. Например, герцогиню сасокскую нередко можно увидеть в туфлях, которые кажутся слегка великоваты для ее стопы. Читайте также. Герцогиня кембриджская подходит к выбору обуви с большой требовательностью. По наблюдениям модных обозревателей, она выбирает свой 38-й размер моделей от Рапа Сэндессон, но модели от LK, Беннет у ее высочества 39-го размера. При покупке обуви от Джимми Чу, Кейт предпочитает туфли на полразмера больше. Стоит отметить, что разница в размерах не всегда обусловлена особенностями обуви определенного бренда. Немаловажен стиль и время года, так летом принято выбирать туфли чуть больше, поскольку в жару велика вероятность отека ног. Еще одна причина выбора обуви на размер больше. Свести к минимуму риск раздражения и травм стопы, читайте также. Специалисты не раз предупреждали, долгое ношение даже слегка тесноватой обуви может привести к появлению волдырей и более серьезным проблемам в долгосрочной перспективе. Причем от подобных проблем особенно часто страдают поклонницы обуви на высоком каблуке, вроде Виктории Бекхам. Герцогиня Кембриджская поразила поклонников своими переменами. Для многих Кейт Мидлтон образец элегантности. Каждый публичный выход герцогини вызывает массу восторженных откликов, однако образ на Royal White Performance привлек особое внимание стилистов. Кейт выбрала для этого вечера роскошное платье изумрудного цвета, расшитое пайетками. Следует отметить, что наряд не новой герцогини Кембриджская, выступает за разумное потребление и носит свою одежду более одного раза. Это платье она впервые надела в 2019 году во время официальной поездки в Пакистан. Эксперты также отметили, что супруга принца Уильяма в этот раз выглядела особенно свежо и привлекательно. Визажист Лаура Кейт объяснила, что секрет герцогини заключается в использовании теплых персиковых оттенков, которые подчеркнули здоровый цвет лица. Кейт великолепна. «Истинная английская роза естественная и ослепительно прекрасная», — сказала она. Лаура также обратила внимание на грамотный макияж глаз. Коричневые тени, объемная тушь для ресниц и серебристый хайлайтер на неподвижном веке, благодаря этим средствам, взгляд стал более распахнутым и выразительным. Прическу герцогини Кембриджской оценил стилист Том Смит. Это совершенно нетипичная прическа для Кейт, — прокомментировал он. Во-первых, ее волосы перекинуты через одно плечо, а во-вторых, сама укладка отличается от безупречно гладких локонов, которые мы привыкли видеть. Над текстурой волос как следует поработали, но результат выглядит очень естественно. Ее стилист использовал щипцы меньшего размера, работал с отдельными маленькими прядями и менял направление завивки. Благодаря этим небольшим деталям, по мнению эксперта, облик герцогини стал более теплым и беззаботным. Чего опасаются герцог и герцогиня Сасекские? Принц Гарри и Меган Маркл очень заботятся о своей репутации. Они готовы добровольно отказаться от титула для их сына Арчи только лишь по одной причине из-за насмешек. Сасекские всерьез думают, что получив королевский титул, их наследник подвергнется издевательствам от сверстников, когда пойдет в школу. Королевский биограф Эндрю Мортон в эксклюзивном интервью US Викли рассказал подробности опасений Гарри и Меган. Арчи мог стать графом Дамбартоном, это достаточно почетный титул. Однако Гарри и Меган отказались от него, потому что считают, что слово «дамб» в переулок. На русский язык тупой, в слове «Дамбартон» станет поводом для издевательств, когда Арчи пойдет в школу, говорит Мортон. И снова мы видим, как трепетно они относятся к своему имиджу, добавил королевский биограф. На днях мне рассказали, что связались с менеджментом Сасекских, и их первым вопросом было, а какие фотографии вы будете использовать? И человек подумал, это все, что нужно знать о Сасекских. Эндрю Мортон полагает, что эти калифорнийцы ясно дали понять, что сами не хотят никакого титула для двалетнего Арчи, они предпочитают, чтобы сын сделал сам свой выбор, когда вырастет. Они прекрасно знают, что пока принц Чарльз не займет королевский трон, у их детей нет никаких шансов получить титул принца или принцессы. Поскольку они достаются лишь детям или внукам монарха. Арчи же пока что остается правнуком правящего государя, заметил Мортон. Герцогиня Сасекская прочитала перед камерой отрывки из своей детской книги. Меган Маркл снова привлекла к себе внимание СМИ, появившись на YouTube-канале Брайтли Стори Тайм издательства Penguin Random US, чтобы прочесть свою детскую сказку скамейка. Особо внимательных экспертов привлек аксессуар на руке герцогиня. Они назвали появление Меган с этим украшением в кадре данью памяти принцессе Диане, покойной матери принца Гарри. Ведь часы, которые герцогиня Сасекская надела в этот день Кортье Тенк Францес когда-то украшали запястье принцессы Уэльской. Разработанный Луис Кортье в 1916 году, данный аксессуар надолго вошел в моду. Эти часы до сих пор считаются одними из самых желанных во всем мире. Эти культовые часы, ранее принадлежавшие принцессе Диане, выполнены из 18-каратного желтого золота и, судя по времени их изготовления, вероятно, являются механическими, рассказала британскому экспресс-представитель бренда H&T Sarah Buck. По словам Buck, сегодня стоимость аксессуара составляет около 20 тысяч фунтов стерлингов, тогда как в 1995 году, возможно, в ювелирном доме Гарвардс, они стоили от 3 тысяч до 4 тысяч фунтов стерлингов. Однако с учетом того, что часы принадлежали принцессе Диане, а теперь Меган Маркл, их стоимость может варьироваться от 250 тысяч до 300 тысяч фунтов стерлингов, уточнила Сара Buck. В завещании принцессы Уэльской было сказано, что после смерти Дианы, ее драгоценности будут разделены между двумя ее сыновьями. На самом деле часы от кортье выбрал принц Уильям, в то время как Гарри, по словам инсайдеров, выбрал обручальное кольцо своей матери. Братья обменялись семейными реликвиями, когда Уильям собрался делать предложение Кейт Миддлтон.